Уже как растили каштаны возле театра. Как красиво, вообще потрясающе. Розовые, смотрите. Вот белые. Ну сколько работы в театре, много. Новую партию надо учить часан. Игрыться. Репетиции по двум спектаклям. Основая репетиция. Собона. Привет, Леся. Не видели, что это дизайнер. Это репетиция у Анны. Леся сразу оправдалась. Леся переоделась, да, я видел. Ну кто-то подумает, что без косвика. Леся, на обуви. Какие-то тапочки, хлопцы, шутки. Для вас учена программа? Но я видела ее уже несколько раз, а вот за кулисами я ни разу в жизни не была. Ужасно интересно, как выглядит таинственный романтичный мир цирка за кулисами. Коса в кармане у нас, девочки. Это так подавилась на косу. Мы с Лешей встретились. Привет, Леша. С Лесей купили коктейли. Выпьем. Это, видите, у нас пристройку такую построили. На весу, вот напротив здания. Ну, вид, такой институт не очень, да. Ну что, самый центровый центр. Ой, кошмар. Потому что это твой кульбинічный. Ой, это шоколадный. Без несохридко. Там оно грязное с той стороны. Тут вид не очень из-за этого кубометра. Ну, эффект тебе справа, рассказывай. Что нового в театре? Какие у тебя новые роли? А что думаешь, а то ты где-то подклёшь? Новый ролик. У нас новый режиссер. Чернова, Виктория. Да. Переставляем сейчас Мистер Икс. Будем делать его на стационаре в Днепре. Так что... 21-го летучая мышь приходить, а мы с Плессией будем играть. 28-го в Запорожье Мистер Икс играем. Да. Так что... У тебя с днём матери, Леся. Ты 28-го с нами играешь, да? Ты здесь. А-а-а. Леся, тебя с днём матери, чтобы ты растила хорошего сына, чтобы он тебе приносил радость, оправдал твои надежды, чтобы ты был здоровый, счастливый, успешный. Вот, чтобы ты ещё и одного родила. От кого? Ну, то... Для кого? От кого? Для кого? Для Айзенштейна родишь. Лучший вклад в воспитание ребёнка это правильно выбранный папа. Это точно. Давай, Леся. Надо кастинг огласить. Оглашаю. И сама на Лёше такая, зырка, Лёша такая. А мы тебя в неженатые мужики. Леся, тебе обеспечить не получится. Ты что? Господи, живу на одну зарплату. Обеспечить. Вот так я выгляжу на зарплату. А если бы меня ещё обеспечить, как бы я могла выглядеть? Это же страшно представить. Смотрите, классно. Пошёл дождь, закрыли такой сразу тендом. Кадем... Всё. Леся, а когда я на твоей свадьбе погуляю? Жениха, когда меня найдёшь, когда погуляешь? Сколько зрителей, никто не это самое. А, что ты тут меня... Это женщины там одни делятся. Не ценю ещё. Нет, ну... У кого есть хороший муж, откажиться в пользу Леся. Что-нибудь, честно говоря. Замужем я уже была. Ну, ты хочешь замуж? Мне нужен верный друг, надёжный партнер, интересный собеседник. Замуж? А Серёга, Питера. Где Серёжа с Питером? Ты Серёжа уже не учишь? Серёжа, он же не женатый. Хороший парень учил. Он раньше мне звонил... Интеллигентный. Серёга, а где ты пропал? Что это такое? Бо мы приедем сами. Серёга, я ему звонила, у него день рождения недавно... Мы все в ростпаче, даже Лёша. День рождения у него недавно... О, поздравляем. Ты разговаривалась? Я не знаю, да. Ну? Ну, быстро, потому что... У него же там друзья, компания, две минуты есть, он. Мисс, я хочу на свадьбу до тебя. А ты продела, если бы тебе предложил мужчина? Если бы попался. Ну, если бы попался. Это же несчастный попался. Что несчастный? Ну, ты продела, если бы встретила друг кого-то, кто захотел бы? Ну, конечно. Продела бы, да? Препродуктивная женщина. Тебе не страшно было прожать? Продела бы, маленькая. Да? Давай мы заберем. И сын мне говорит, мама, мы с тобой договоримся, если ты выйдешь замуж, никаких больше детей. У тебя есть я. Эгоист такой-то, понимаете? Я понимаю, что ему надо... Надо сестричку, иначе... Нет, это он часто говорит. Через два года он уже будет по-другому говорить, поэтому... Да, он же через два года... У него уже, да, ему уже не до этого будет. У него 12, он говорит... Ему надо, чтобы ты кем-то была занята, а не ним, чтобы ты его оставила в покое. Ему надо будет, поэтому... По большому счету, ему надо будет, чтобы я свалила, понимаешь? А не в одной комнате с ним жила. Так, он сам найдет, куда пойти, не переживай. 14 лет. Так. А что ты думаешь? Ну, учиться могут, пойти, учиться. Ой, Леся. Надо со мной, чтобы было с кем на природу поехать, чтобы... Где хорошие люди Днепра, компания хорошая? У меня хоть кто-то в жизни любил. Меня, по сути, еще никто не любил. Выживались моей добротой, заботой и вниманием. А если разобраться... Как-то вот так вот. С детства, как заложено, значит, тебя родители не любили, потом так и всю жизнь. А ты любила? Да, я очень верный, преданный человек. Не изменяющий. Человеком, значит, человеком. С ним по-моему. Не изменяющий. Я так что-то подлюбился сразу на Лешу в этот момент. Я долго привыкаю, на это влюбляюсь, потом меня отношения. Нет, значит, ха, голову потеряла. Один роман, второй петь. Со мной не знакомятся, понимаешь? Меня как-то боятся, наверное. Или думают, что у меня нет доложного ищущего взгляда. Знаешь, что-то там-то... Хватались с немцем, с американцем. Ну, это совершенно чужие люди. Учаются их. Понимаешь, по энергетике я не выдержу. У меня воздуха начинает не хватать, понимаешь? Тебе надо... Семмигрировавшими. Семмигрировавшими. На, великих. Воздуха может пойти. Да, люди везде ходят. Не важно. Не, ну а ты вот... Не, ну а ты вот... Да, они потом поднимались и начинали, знаешь, подгумывать. Корону им выращивала, а потом лобатой не могла сбить. Да, потом они начинали на голову занижать мою, мою саму, сказать, а что я тебе что-то должен, а что-то такая, значит. А мы все не понимаем. В общем, лезь... С ребенком, то ты на что согласишь. И ты, значит, терпишь это, терпишь. Оно наслаивается, наслаивается. Потом в этот момент что-то щелкается. И тебе уже все равно к этому человеку. Он не понимает, как... То есть становится жалко себя, да? Да, и ты думаешь, ты раньше меня так любила, заботишься. А где это все делать? Ну, а сколько нужно? Я ноги вытираю, а ты заботишься, заботишься. А потом ты думаешь, стоп, а где я? Отдачи никакой нет. Понимаешь, что это... Хочется, чтобы понимающие люди были. Что в отношениях игры в одни ворота не бывает. Ну, говорят, надо со старого избавиться. А потом новое, это что-то придет. Вот так. Я, по-моему, со старого избавилась. Леса, тебе надо дать короткую юбку и ты на дискотеку. Взрослые слишком для дискотеки. Нет таких дискотек уже. Кому за 30, там приходят, кому за 60. Бабушка, причем даже не дедушки. Ну, что, ты хочешь, мотив, ночной клуб. Да, и кого ты в ночном клубе, на нём же. Гуляешь, чего мужика, который ходит по ночным клубам и снимает девок. Вот и правда, а где знакомятся люди? А где знакомятся? Я не знаю, как знакомятся. А что ты не знакомишься? Один раз меня подруга зарегистрировала, один день я попробовала. Вот то, что ты рассказывала, анкеты. А какая? Вот это же, что мне анкету оформили, что я на даю спорт услуги. Это не моя анкета. Все, может, она зарегистрировала. Вообще, у меня была фотограф, которая у меня была в фотосессии, такая достаточно откровенная. Она меня на неё уговорила. Потом мы с ней испортили отношения. Ну, она очень и командовала очень много мной. И фотографии-то, наверное, у неё остались. Нет, я не думаю. В общем, Леся, это не то, что там не подумайте, что там, Леся, что-то ищет. Просто мы разговариваем. Нет, Леся ничего не есть. Леся, это без расходия. Она уже настолько привыкла сама, что я даже не знаю, как это быть с кем-то. Ну, наверное, Леся надо на ток свежего воздуха с кого-то влюбиться, чтобы крылья появились и блеск в глазах, что говорят, что у Леси очень серьезный и грустный взгляд. Но я к себе уже привыкла, я не знаю, как это взгляд. Но, наверное, что-то в глазах... Ну, есть грустный, да. Не знаю. Она мне грустная, включая музыку, поплачу и пошла веселиться. Смотрю фильм какой-то и уже весело. Я никогда в жизни не была случайно. Боже, ты много потеряла, Леся, я тебе скажу. Это был человек, которого я знала. Ты много потеряла. А вот надо, чтобы попробовала и пошла довольна домой. Перехрестилась, помылась ванну соды и приняла дома. Полоснулась и пошла. У меня все нормально с головой, у меня нет беженства в одном месте. Я себе нормально, комфортно чувствую, но это важно. Важно, чтобы тебя обняли. Ну, так там и обнимлю. Что ты думаешь, там просто что, механическое? Ну, там в Колумбе начнем. Ну, не надо именно разовые отношения не предлагать. Ты загадывал мне вопрос. Ну, я знаю, да, я сам. А почему ли я родить девочки? Если девочке, то надо нужен папа. Значит так, я ищу папу для девочки. Папу для девочки. Летя, наибудущее. Репродуктивного. Репродуктивного папу. Девочки, эти дети, знаешь, сколько тянут нервы? Потому что тысячи, тысячи, опыта у тебя нет, а Максим, он месяц проболел. Летя, надо в Стокгольм ехать. Ой, в Будапешт ехать надо. Я была в Будапеште в прошлом году. Красиво очень. Там очень красиво. Надо ехать там купальни, покупаться. Там в Венгрии останешься. В купальню ехала с подружкой. А штрафовали в метро, не прокомпостировали талончик. Заплатила 800 коррентов. Это значит, здесь многое, 800 гривен. Ну, да. А вот, настроение испорчено. Уже все, надо я к этому в Будапеште, я не убила. Мы поехали вот оттуда. В купальнях не была. Но все достопримечательности архитектуры в Будапеште поставили. Все? Все, мы прям в центре. Да там невозможно, там и памятники, и туда. Ну, в центре, все, которые в центре. А, ну, в центре, то мост-то, на мост довелось-то через мост. Не, ну, что на мост-то. Через мост перешли, поднялись, все. Там надо на теплоходе покататься. Надо там на всех этих фаникулерах. Поехать за город куда-то. Ты понимаешь, как бы, моя зарплата не позволяет мне так... Да, причем тут твоя зарплата. Я на Интерсити вообще ехала пересадками. Четыре пересадки, всю ночь выбиралась. Девяти вечера по Львову. Приехали туда в восемь часов утра. Четыре пересадки. Ого! Это так утомительно, что не дай бог. А что, нема автобуса прямого из Львова? Ну, был автобус. Это экскурсия, там едет группа Астана. Ну, хотели быть. Думали, будет дешевле. В начале нифига не получилось. Потому что снимали. Поустали, да? Да, снимали жилье по букингу. Ну, вообще-то, что в Австрии, что в Кутапеште, что в Вене жилье за 50 евро. Это будет... Хорошо, да, да, да. Ну, комната-квартира, да? Одна. Одна комната, конечно. Мы с подружками на одной кровати спали. Спали. Это вот такие. Это нормально. Это дешевле, чем в Астане. Мне очень понравилось. Вене, между прочим, в трамвае, когда ехали зрители, мне сказали, это кажется, Джейн, кто без макияжа. Она говорит, Олеся. Вене, да? Да, бабушка так удивилась, как это тебя и здесь узнал. А мужчина никакой не узнал. Знаешь, даже, что характеризовывается, что отличается, вот даже Будапешт от Вены, чем разница. Что так перевещает? Ну, как бы, что-то как-то первое. Все австрийцы очень красивые мужчины, немножечко подтянутые, весовные. Да? Породка, ну, это в центре мы же ходили. А на окраине? Знаешь, Будапеште уже нет, потому что там такие породистые. В Австрии? Красивые, внешние черты. Встречки. Ну, я все не ставила себе знакомиться, а посмотрели, какую городу как-то. Ты в музей ходила? 20 лет, да, музеи все. Ну, как все? Не все. Один? Два. Два исторические. Хотела в Бельведер, но по времени не устала. В Мюнхене красиво. На парк ходила. Ну, так как я жила очень экономно, экономила на все, именно на еде и на всем, то я потратила там 300 евро. Ну, я не могу, чтобы пойти больше. Слышите, мне обошлась поездка Австрия и Кудапешт с дорогой, с едой, с жильем совсем, с магнитиками, 300 евро. Это очень экономно. Это такой экономный вариант, что это не отдых, это получается 5 дней. А потом еще писала, если собрала гроши на ремонт, поехала за границу, просрала. Да, ты меня вручаешь, что ты сдох, потому что, афериста. Поехала в Будапешт с дороги. Я когда ехала в Будапешт, у меня уже не было денег с ремонта, я уже ехала за откусные, дают нам наперед зарплату, вот это сколько, 10 тысяч. И это тебе на все лето ни в чем себе не отказывает, греет. Не знаю, не знаю. Ну, что я не знаю, я же не работал часок. Ты когда-то пробовала прожить откусные, откусные? А что нет? Ну, а когда мы на мой взгляд. Леся, здрасте. Да. Я когда замужем была, ездила на море за мой счет, за счет моих родителей. А сейчас я на море, я на море не была лет, 10 лет. Ну, давай поедем, Леся, соберемся, поедем. Созревали на море, елки-палки. Только я боюсь уже на самолете летать. Давай только так, чтобы на пароходах. Вчера репетиции артистка на балетах, такая черная, загорелая. Я говорю, ты солярина, нет, я на Кирпича забирала, ездила назад. Ну, давай, Леся, поедем в Одессу. Ну, я боюсь на самолете лететь в Турцию. А если Агития послужит. А ты не боишься, Леша? В Одессе будет... Вот, Леша, надо лететь. Он всегда уверенный, кажется, да, я вообще не думаю, что это... Он такой уверенный в самолете. Ну, как, это если разобьется самолете? Ну, еще не думаю. А если поезд разобьется, то если машина... Ты понимаешь, вот вы ехали, у вас очень опасная была ситуация. Коля там 12-13 часов за рулем. Не он так... Не он заснет, так другой кто-то летит. Тоже все могло быть. Тем более он такой оставший. Как-то тебя это не пугает. Ну, это не пугает. Я боюсь, что поднимается как... В Будапеште поднялись на это колесо. Я так, знаешь, у тебя вспомнил сразу самолет, эту безвыходность. Что когда ты взлетаешь, и все, ты все, уже все, назад пути нет. Ты не знаешь, что делать. Как отсюда выйти, зачем ты отсюда сел. Это капец просто. У меня паника такая сумасшедшая. Самолеты. Дороги гибнет больше людей, чем самолеты. Я понимаю, но... Как ты успехался? Ну, Леша летит всегда, кажется, ой, хорошо. Ну, что-нибудь... А я не летала. Я не знаю. Ты вообще не летала? Я в детстве, когда мне было 3 года, летала в Крым с родителями. Они мне это говорят. Это совершенно не просто. Вот когда ты сядешь самолет, вложишь в трусы, твои стринги, выкрутишь пару раз. Я вошу стринги. Ну, тем более у тебя другие, выкрутись. Ну, что, по-другому, у меня такая стресса устойчивость. У меня, пожалуйста. Тебя умерет. Что моя... Что моя буша тут будет? Я к тебе предначертано умереть. Так умерет. Давайте соберемся, полетим на море. Давайте. Ты полетишь... Вакуантыдон. Турция. С удовольствием полетели. Можно ли, если наперед забронировать или недорого будет? Или в Египет. Понимаешь? Я сам... Я бы в Египет. Да? Понимаешь, как? Я не могу сама. Мне надо... Это был в компании. Ну, полетим вот мы... Не могу. Ему надо разрешение отца. Он мне даст. Ну, это я, Леша, Коля, Юля. Полетим пять человек. Сколько это у нас? Наконец-то. Маму. Окружение расширится. О, маму. Маму первым. А мама уже была? Мама в Египте была? Да. В осенне. Ты не помнишь? Да, помню. Подожди, ты будешь снимать и это раздеваться? А как ты хотела? Конечно. И без купальника. И без купальника будешь отрабатывать поездку. Спорт не люблю. Надо тогда подтянуться. А то будут... Можно поехать куда-то, выбрать время, поехать. Ну, боюсь самолеты. А выкинь, все раз, дружные разбились. Дружные разбились. Как это Александрово, да? Хор Александрово. Да, как хор Александрово. А что ты так боишься умереть? Да не знаю, Леся. Не боюсь мне так уснуть, не проснуться. Это одно. Это ужас испытывать этот. У меня за две недели такой стресс начинает. У меня вот тут все горит внутри. Возьми билеты рядом со мной. А ты берись с собой в самолет парашют. И когда, если что-то будешь падать, то не прыгай так. Не, просто в самолете одеть парашют и сидеть. С парашютом разбиться. И над океаном выпрыгнуем с парашютом. Ты еще веселее. Ты уже разбились, а ты еще живые предвкушения. Смерти. Выбирай, куда Лейте поедем. Серьезно? Выбирай. Шри-Ланка. Выбирай. Одесса. Бали. Одесса, Кирилловка. Бали. Одесса, Кирилловка. Я скажу, выбирай. Я скажу, выбирай Одесса, Кирилловка. Бердянск давай. Приморск, Генисис. Машери, давай лакши. Подожди, подожди. А где-то это? Пусть первое, что нет много народа. Где-то есть тоже. Где-где? Это курорт какой-то? Я не помню название. Я же не езжу. Знаешь, туда машины можно заехать. Это по Украине где-то? Да. Где? В Одессе? Ну, море у нас где? Одесса, Кирилловка. Где-то там Бердянск. Как-то называется это место. Коса какая-то. Да, что далеко. Там море, там чисто, красиво, как Мальдивы. Да? Я не знаю где-то. Зрители напишут. Может, зрители знают, где это? Ну, в Крыму раньше Тархангут. Ой, в Крыму. Так можно в Крым поехать. А не боишься? А что боятся? Ну, Крым это Украина, мы поедем в Украину. В Крыму очень дорого. Ну, ты думаешь, что в Египте дешевле? А ты поехала в Крым? Можно ведь знаешь куда? В Италию и Времене. Очень классный курорт. Там много будет рыбы, морепродуктов, сыра, вина. И там по сравнению с курортами недорого. В Болгарии будет недорого. В Болгарии можно нахвить? В Венеция будет недорого. В Невеция по дороге будет. А в Болгарии недорого будет? На Кипр недорого лететь. Сколько там жителей? Слышишь, Леся? Можно квартиру отдельно снять, понимаешь? Ну, не отель, чтобы все включено. Это будет надо... Леся, я хотел что-то спросить только, что я забыла. Я ем мало. Что? Болгария. Я нигде не была на курортах. Помимо Крыма... А в Крым бы ты поехала? Поехала. В Крыму дороже будет, понимаешь? Чем тебе будет в Болгарии. Так зато там на машине ты приехала и все. Понимаешь? Чем тебе на море машина? Пешком будет? Ну, можно маршрутками отсюда прям поехать. Маршрутка села, а ты в Крыму. Самолет сел? Да ну его нахер. Ну, там ты 7 часов. Ты там. И на 2 недели в Крым поехать. А ты там на границе столько простое. Ну и что? Это один раз. А мы все не поместимся? Ну, мы на маршрутке поедем. Мы арендуем Газель. А не хочешь в Крым, Леша? Я бы поехал бы. А Газель если арендовать? Я буду снимать только так, что... Коля за руль. Я бы такое снимал только, что не касается вообще политику не брал. Ты вообще ключик. Ты тут едешь отдыхать, ты будешь не думать, что ты что-то не подсказала, тебя не выпустил. Не надо ничего говорить. Что ты там так скажешь, что тебя не видят? Главное, чтобы оттуда выпустили и сюда впустили. Идем домой. Весься. Иди красиво на камеру. Сроби дефилет для зрителей. Ну иди вперед, иди. А куда тут красиво? Для глядачев. Да не хочешь, я сам буду. Ну ты красиво сзади. И пошла, пошла, глядь. Одну и пись, и другой за челкой. И пошла, пошла. Так, а не хочешь? Ой, лисер, лисер. А сильно треба, чтобы я не ездила, а не ходила на каблуках. Дорога перестала. Так хорошо тебе тут жить, мне кажется. Так удобно. Раз перешла за цирком. Мабель. Мабель же за цирком. Весьма были. Ой. Хорошо, сейчас хорошо. А когда приезжает звериница, и Леви приводит. Чтобы его летом, и они рычали. Слышала, да? О-о-о-о. Что, серьезно? Конечно, я слышно. О, я бы хотел посмотреть левую. Ну, зоопарк, цирк не люблю. Зоопарк самый... Да ни разу бы их не было. В Вене было в зоопарке, да? Здесь не было. Какая красота? Хороший зоопарк Вене. Мы были в Риме красивые тоже. Как там в условиях таких природных живут? Мне хочется этот парк Тайган в Крыму. Там шикарный открыли, там львы и все такое. Суна будет, раз. Рассмотрим любые предложения. Предлагай, куда ты ехнул. Куда мы с тобой ездим, и мы едем везде. Леша согласен. Это чудная юлка, три юлки-палки. Конечно. Может, ты самая красивая. Так, да, да. Губы надо было подкрать. Помада, штерлос? Губы не снимай. Губы именно не снимай, понял? Губы не снимай. Я губы вырежу. Скажи бы не было, я похудела на 4 кг. А ты даже и не заметил. Да? Видишь? Что нет? Нет, живота нет ничего. Страшная. 51 кг. А что ты ешь? Белок. Мясо? Не надо так на меня сейчас смотреть. Не то белок. Соевый белок. Ага. А мне мясный бельок. Растительный. Мясо, вкусное мясо. Понятно. Соевый белок. Коктейли пьют. Слушай, пошли в очередь вставать. Я б тебе быстро попадала. А ты же не хочешь? Я буду гречку есть. Самочувствие будет другое. Гречка, это не белок. Это углевод. А если ты не добавляешь в соответствующую кольку из белка, оно пойдет в жир. Гречка? Конечно. Пойдет в жир? Салат пойдет. Даже огурцы, салат пойдет в жир, если не будет белка. В организме. Я не буду принимать. Мне на мой вес нужно 60 грамм белка. Кусочек мяса вот такого? Ага, кусочек мяса. 100 грамм мяса там сколько там белка? 30, а с него усвоится только маленькая часть. Каких-то 5 процентов. Так что мясо надо добрее отчихать, 2 грамм. Ты столько мяса в день не съешь, чтобы смесить себе норму. Понятно. Сушка, знаешь, к садятся на сушку. Это вредно. Но это можно раз делать. Так, ладно, все. Покалайся, давай. А куда вот идешь? Я туда. Ну пока. Счастливо. Давай, покалайся. Боже. На Бали летим? На Бали. На Балку. Пока. Страх к улету. До послезавтра. Пока. Ай, блин. И машина, блин. На Бали. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok